Военные медики Луганщины закрепляют навыки тактической медицины. В условиях нарастающей агрессии, когда в сводках из зоны АТО каждый день есть сообщения о раненых, от военных медиков требуется все больше умений. От их профессионализма зависит и жизнь людей, и боевой дух в подразделениях. Бойцам важно знать, что их не оставят на поле боя истекать кровью. И если придет беда, помощь будет оказана быстро и квалифицирована. Чтобы не терялись навыки и реакция, военные медики проводят курсы по тактической медицине. За учениями врачей наблюдал Аркадий Шарапов. Бойца с позывным «Растишка» хорошо знают и в Киеве, и в учебках, и на передовой. В зоне АТО он спас десятки раненых, подготовил сотни инструкторов. У боевиков Антон Шевчук в списках на уничтожение, однако продолжают готовить вновь прибывших бойцов к фронтовым реалиям. Прямо на передовой. Антон прошел огонь, воду и медные трубы в зоне АТО. За два года обеспечения армии стало лучше, отмечает он. Рассказывает, как после дебальцевского котла раненый переживал за сохранение формы больше, чем за свою жизнь. Район боевых действий условно делится на три зоны. В красной свистят пули и взрываются снаряды. Главная задача – вытащить оттуда раненого. В желтой зоне в относительной безопасности важна экстренная помощь. Остановить кровь, не упустить тот самый золотой час – так важная для сохранения жизни задача санинструкторов. В зеленой есть скорая помощь и госпиталь. Там помощь могут оказать врачи, применяя весь арсенал современной медицины. Сегодня бойцов учат, как действовать в красной и желтой зонах. Мы уже с сентября здесь стоим в зоне АТО. И постоянно вновь прибывшие ребята, которые к нам приходят. Знаете, самое главное – это сохранение их жизни. Я считаю, что у нас есть три задачи. Это выполнение боевого задания, это сохранение собственной жизни и жизни боевых товарищей. Но медики, как никто, этим занимаются. То есть обучить каждого – это наш долг. Научить их сохранить свою жизнь. От грамотных действий бойцов медроты зависит не только жизнь раненых, но и боевой дух всего подразделения. Когда и водители этого учатся, когда люди видят, что ты из медроты и знают, что ты из медроты, то им не важно, что ты водитель, что ты повар, что ты лекарь. Для них ты можешь их спасать. А когда они видят, что ты адекватно, нормально надаешь помощь, тогда и дух, боевой дух поднимается в тех, кто сбоку. И они видят, что их могут спасать, если, не дай бог, их поранят. Занятия по тактической медицине проходят в небольших группах, отрабатывают навыки на своих же товарищах. Слушают все внимательно. Тема жизненно важная. И все-таки ребята не теряют чувство юмора. Взрывом смеха встречают вопрос раненого. А когда нас по телевизору покажут?